То, что доктор прописал. Мёд из лесной глубинки Глузского района, кладезь витаминов и микроэлементов. Для особенного вкуса пчеловод добавляет в него травы, дикие васильки, расторопшу, иван-чай, бузину, поярышник. Натурпродукт есть на розлив и в сотах. Пол-литровая баночка – 8 рублей. Вот интересно, что вы скажете? Быстренько? Очень вкусно. Ловите дальше. Какие нотки чувствуете? В конце я чувствую привкус мяты, сперва сладость с кислиночкой лёгкой за счёт большого изобилия диких трав. Прямиком с грядки. На сельскохозяйственной ярмарке фермерам предлагают свежие овощи и фрукты. Цены приятно удивят. Килограмм картошки обойдётся в 80 копеек. Морковь и свёкла по рублю. Хороший выбор продуктов для закаток. Красные сладкие персы, лук, томаты, кабачки – дары природы на любой вкус и кошелёк. Мы сегодня купили укропчика хорошего, купили кукурузки и пришли за лавандой. Это всё дёшево, абсолютно дёшево. Голубик купила. Стоимость 15 рублей. Это уже куст, который можно на следующий год собирать урожай этих ягод. Набрала всего – и помидоры, и огурчиков, всего понемножку. Цветочный рай для садоводов. Как уверяют продавцы, на прилавке редкие виды растений. Жимолость шапочную разбирают на глазах. В топе покупателей – крупнолистная гортензия. В этом году на неё небывалый спрос. За 5-7 рублей можно купить пиларгонию, бегонию, мирт. Если взять призатеву мультифлору, для неё очень важно место посадки на открытое солнце и участки без подтоплений. Потому что зимой вода её просто-напросто погубит. Для бегонии очень важно не переливать. Вода её тоже погубит. Закупиться впрок можно по выходным с 9 до 15 вплоть до 6 ноября. Фермеры и садоводы работают на Горького вдоль 41-го дома. В то же время кермаш открывается на Минской – 123, Дзержинского – 4, Карла Маркса – 49 и на Днепровской флотилии – 40.